МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. У православных верников в Адохрышча одно из 12 великих святов царковных календарей. Профессионализм, гонор и отвага. У Беларуси означают день вратовальника. У сферы уваги туристичный потенциал. У Гомель отбылась и черговая диалоговая пляцовка. А зараз об этом и иншим больше подробясна. Мразы день за днем мацнели, как сегодня перетвориться у соправдные календарей. Такой температуры на водохрышча у Беларуси не было никаких годов. Летость, например, люди навод жартовали на конт календарных мразов. На дворе было больше подобное на весеннюю одлигу. Климат псовал и прихожусь календарных купаний. И вот селета реабилитовался сразу за многие годы. Марина Северьянова пройшлася с крестным ходом до купели и погуторила с верниками. В ранницу на водохрышу слубок термометра застыл на отзнации у минус 18. За прошлые годы многие и забыли, что значит мерзнуть у зимку. Все лето – история иншая. Хотя и ненадолго, как башна по прогнозам синоптиков. Але зараз на водохрыше температура просто идеальна. Солнце светит, снег рыпит под ногами. И православные верники спешаются у храмы, как набрать святой воды. А полове 11-й годины от Петропавловского кафедрального собора в бок киевского спуска рушить хрестный ход. Его означалевая архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан, духовенство, а затем чародоверников. Лих в адохрышатие богоявления – Вяликий день. У христианской культуры разом с Вялигнем – это самое старожитное свято. Оно связано с евангельской падеей, хрешением Иоанном протече Иисуса Христа ураце Иордан. Благополучие мирного неба над нашей Белой Руссией. После хрестного ходу идем до купели гутрыть зверниками, которые водохрыши означают по всех канонах. Для многих обратка лядных купаний уперши, и люди наполнены абсолютно новыми для себя почутцами и эмоциями. Некто верны этой традиции десяти годами и не уявляя водохрыши без молитвы у святой купели. Хамельшане кажут, что это дает силы и умоцовывает не только тело, а и упершую чергу – дух. Хорошие ощущения, хорошо, лучше, чем в том году. Настоящие крещенские морозы сегодня. Да, да, это хорошо. Ладно? Нет, всем, всех с праздником, здоровья, всего-всего хорошего. Идешь, когда крестный ход, вот чувствуется благодать Божия. Всех поздравляю, великий праздник, жалею только об одну, почему не выходной? Я, естественно, себя заряжаю морально перед тем, как я хожу, окунаюсь. Я заряжаюсь морально. Сначала иду в церковь, молюсь Богу, ставлю свечки, а потом, естественно, иду окунаться. Вот поэтому всем желаю здоровья, крепкого и добра. Первый раз, да. Как? О, сильно, сильно, ой, хорошо. А повторите это хорошо в следующем году? Обязательно, уже теперь да, теперь постоянно буду повторять. Кто сподвиг? Жена, жена вот седьмой год ходит, и она сподвигла на это, что сегодня надо сходить, говорит, обязательно. Все, всех с наступающим праздником, то есть с наступившим здоровья. Каб люди больше упевненно чувствовали себя подчас выполнения обраду, у купели у весь час находится водолаз, а на березе дежурят специалисты осводу. На отлеглости вытягнутой руки стоит карета худкой допомоги. Подчас наших вздымок никаких неприемных ситуаций, на счастье, не было. После окунания, особенно если хороший мороз, как вот сегодня, то выходишь и чувствуешь какую-то легкость во всем организме, и какое-то сам для себя что-то ты доказываешь, что ты можешь это сделать. До речи, сгодной евангельскому оповеду, после своего хрешения Иисус Христос накировался в пустыню, чтобы одиноче, молитве и посте подрихтоваться до выполнения миссии, с которой он пришел на землю. А для верников окунания в купель, эта махчимость очиститься от грехов и сделать свои думки и помыслы больше светлыми. Марина Севрьянова, Сергей Камко, Тель Радио, Компания Гомель. Чына святчэння. У день хрешчэння Господня Га протеерэй Вадима святил будовлю нового гомельскага абьекта. Побач с больницей худкой медицинской допамоги работники будовнішага трэста номер 14 займаюцца узвядзенням нового корпусу. На четырёх поверхах разместятся приёмные урологичные отделения, реанимация. Работы ведутся круглосуточно. У их заденечено больше як 100 человек. Условия для работы предоставлены в полном объёме. Работы производятся согласно нарядам, выполнения идут. Единственное, что мороз чуть-чуть мешает работать, сковывает движения. Ну, так в целом всё у нас хорошо. На сегодняшний момент выполнены работы по сносу зданий и сооружений, отрывка котлована, возводится фундамент. Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком производства работ, а также требования, предъявляемые пожарной безопасности и охраны труда. Сегодня своё профессийное свято означают белорусские вратовальники. В нашем регионе за 22 годы иснования ведомства они заховали жить больше 9,5 тысячам граждан. Урочистости у Гомельским областным управлением МНС начались с присягами, принятых на службу супрацовников. Погоны отримали около 30 человек. Другая частка святочных мероприемств – церемония узнагороджения лучших работников подразделениям областного управления МНС и Гомельского филиала Университета гражданской обороны. За данную службу они отримали подяки президента Беларуси, гоноровые грамоты и нагрудные знаки. Так само в урочистые обстановки были присвоены новые звания. Только за прошлый год более 6 тысяч боевых выездов наших подразделений на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и пожаров. Спасено более 780 зданий. И 171 человек также остался жить. Материальных ценностей сохранено для государства на сумму более 6,5 миллионов рублей. Конечно же, это праздник не только тех людей, которые ходят в форме и в погонах. Это праздники тех всех, кто нам помогает. В свою очередь, хочу поздравить всех спасателей нашей республики с этим замечательным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и чтобы все у них получалось. Конечно же, сухих рукавов. У День вратовальника подяки и подарунки от областного управления МНС отримали и четыре же Хары Гомельщины, которые в минулом году выратывали людей на пожарах. Мужчинам подяковали за их соправды героичные учинки. Мероприемство протягнулося святочным концертом. У областной державной инспекции подвели выники работы за минулый год, а так само удокладнили задачи на 2021-е. Летость значно снизилась, а колькость дорожно-транспортных здоровьев с потерпелыми в поравнении с 2019-м годом. Зарегистрованы 492 ДТЗ, на 65 выпадков меньше. Травмы отримали 520 человек. И тут так само динамика снижения, амаль на 100 человек. Однако, на жаль, больше зафиксовано сьмяродных заходов. На дорогах в области летость загинули 73 человеки, в 2019-м было 69. Наибольшь расповсюдженный вид ДТЗ – наезд на пешехода. Приблизно 35% у агульной статистицы. В частности, за все наезды отбывались в листопаде и Снежне. Среди головных задач на 2021-й год профилактика транспортных здоровьев с уделом уразливых категорий. Акцентированная работа будет в первую очередь с пешеходами и в целом работа с пешеходным травматизмом. Ну, конечно, не в стороне остаются водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, бесправники, ну и те, кто совершают грубые нарушения в целом правил дорожного движения. В Гомельском областном объединении профсоюза у подвяли выники работы со зворотами граждан за минулый год. На особистые приемы граждану областное объединение звернулися 400 человек у районной организации профсоюза у 540. Это к рыху меньшему в 2019-м годе. Специалисты связывают это с эпидемичной ситуацией. Зато и возросла колькость телефонных консультаций. Их правовые инспекторы провели каля трех тысяч. Большей популярностью стали корыстаться и электронные звороты. Части за все людей хвалюют правовые питания. Например, прием на работу, звольнение, дисциплинарные спагнания. По каждому звороте проводилась проверка. Дякуючи деянности профсоюза, ударейчи, выявлены шерох фактов несвочасовой выплаты за работные платы. Повеличилась так само колькость питаний, уякие отыщилися оказания материальной допомоги. У 97% выпадков звороты были задоволенные. Также сегодня подводили итоги работы правовой службы Гомельской области в части защиты прав законных интересов членов профсоюза. В 2020 году на работе восстановлено 23 незаконно уволенных работников. И в пользу работников взыскано более 360 тысяч рублей, которые незаконно не выплачены, либо удержаны, либо недоначислены работникам. В Гомеле обмерковали шляхи развития туризма. На диалоговую пляцовку запросили простовников туристических предприемств, объектов культуры, навуковцев и громадских организаций. Захученными пропоновами ознайомилися наши корреспонденты. История и природа – это основные причины, по яких туристы выбирают Беларусь. Причим, размова идет не только об внешнем, а и внутреннем туризме. Иншая справа, что подыходы до развития Галины сегодня потребуют удосконаливания. Починаючи с личбовой рекламы регионов, это агульно-сусветная тенденция. Зараз тура, испочиная знакомство с объектами, празинтернет. Рекреационно-туристический кластер Гомельщины, который объединит парковые зоны Гомеля, объединит храмовые, культовые сооружения Гомеля, дворцово-парковые ансамбли, музеи. И этот перечень можно расширять. Кластер – это, вы знаете, такая структура, которая наращивается, такая гроздь, которая перерастает своими новыми элементами. И еще одна сучасная тенденция – объединение пропанов разных туристичных объектов. Человек, который приехал с другой местности, должен иметь мягчимость ознайомиться с всем потенциалом региона. Причем, ответное запрошение ее натримает от самих музеев и комплексов. На Гомельщине такая практика уже есть, хоть по куль она обмяжается головным чином областным центром и ближайшими районами. Проект «Единый билет» и «Единый билет плюс». Когда туристам и гостям нашего объекта предлагается посетить не только музейные объекты Дворцево-Паркового ансамбля, но и филиал Ветковского музея, Гомельский областной военный музей и музей истории города Гомеля, в частности, музей фотографии. И еще одно питание, якое вздымается по час работы диалоговой пляцовки – кадровый потенциал у сферы туризма. Сегодня работа гидов, ориентованная у основных на белорусских туристов. До того же их веды часто обмяжовываются агульновядомыми фактами. Зараз на геолога-географичном факультете Гомельского державного университета имя Франциска Скарына меркают почать научание по новой специальности туризма и гостинность. Выпускники будут не просто проводить экскурсии в экосистемах, але и расскажутся в жизни диких живел. А про то гопера глядаются программы подрыхтовки отповедных специалистов и на историческом факультете этой установы. В прошлом году открыта новая специальность – лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций и международный туризм, которое также будет готовить профессиональных специалистов в этой области, к тому же еще владеющим английским и немецким языком на уровне переводчиков. Так что, в принципе, задел достаточно большой. Олег Синцеров, Максим Саин, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Первый полновартосный зоопарк в Гомельском районе створает энтузиаст. Заразу им живет каля 30 видов живелов и птушек. От белорусских зубров до африканских страусов. Некоторые живелы были поранены в дикой природе и выратованы с упрацовниками зоопарка. В сирот ехла сиха майя и трое белых лебедев, которые оказались умерзлыми у леда днохозградских водоемов. У ближайших планах центра обзавестись остатком тибетских яков. Створение уникальных экоцентра подарило району 10 новых проценных мест. Белорусские школьники завоевали 25 медалев на 17-й Международной Жалтыковской олимпиаде по информации. С поборниц вы проходили в режиме онлайн. Пляцовки для уделу были организованы в Минску, Бресте, Витебску, Гомеле и Мазыры. За перемогу смогались амаль 300 юных программистов из 18 стран. Россия, Украина, Армения, Грузия, Индия и других. Программа складалась с двух туров. Треба было распрацовать несколько программ и отправить их на проверку специальной системой. По выниках белорусы завоевали 25 медалев. Лепшим по количеству набранных баллов стал Станислав Домасевич из Мазыра, наученец, знакомитого на всю краину тренера по информации Алексея Барунова. Еще два медали высшейшей пробы на рахунку Андрея Костяного из 51-й гимназии Гомеля и Дениса Лагунова из лицея БДУ. Гомельщина долучилася до зимового флешмобу у социальных сетках. За мощных морозов у регионе любы жадают, че мог самостоянно обвергнуть перший закон термодинамики и установить так званный эффект МПЕМБЫ. Для этого достаточно распылить кипень на улице. На морозе горячая вода замерзает худшей, чем холодная, и кипень моментально перетворяется в снег. Так и просто физичный опыт выглядая вельми эффектно. Гэтый парадокс выучал ясче Аристотель. У 1960-х годах пытанием, чому шкипень замерзает худшей, чем холодная вода, зацекавился африканский хлопчик Растан ПЕМБА. Поэтому сейчас эта изъява носит его имя. Знайси фото и видео из областного центра у социальных сетках можно по хэштегу «Гомель кипить». Это и а также и другие новины. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч у эфира. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Завершено расследование уголовного дела за вовлечение в занятия проституцией. Обвиняемый 39-летний гомельчанин. Пострадавшие три девушки 22, 23 и 27 лет. Парень познакомился с потерпевшими, снимал для них квартиру в Гомеле, делал дорогие подарки и водил в ночные клубы. Впоследствии содействовал в трудоустройстве в Китае, ссылаясь на большие перспективы. В общей сложности белорусские пробыли в Поднебесной с мая 2019 по февраль 2020. Все это время подозреваемый получал процент за их работу. За гонорар гомельчанин купил дорогую технику, одежду, квартиру и автомобиль. Когда девушки вернулись, он отправил их на заработки в Минск, где еженедельно арендовал для них съемное жилье. Секс-рабыни работали через интернет под вымышленными данными и с телефонными номерами, оформленными на подставных лиц. Оперативники их задержали в национальном аэропорту Минск. Девушек сняли с рейса Минск-Стамбул. В тот же день задержали и мужчину. Следователи установили, что за весь период организации секс-бизнеса обвиняемый получил преступный доход в сумме не менее 20 тысяч рублей. В Мозыре сотрудники МЧС на пожаре спасли четырех взрослых и двоих детей. Прибытию спасателей из окна квартиры на первом этаже шел дым. Возгорание ликвидировали. Из выше расположенных квартир сотрудники МЧС спасли шесть человек, включая двух детей. Эвакуированы также шесть человек. Обошлось без пострадавших. При пожаре уничтожено имущество в жилой комнате и на балконе. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано пять пожаров в жилом секторе. Никто не пострадал. В Мозыре горел двухквартирный деревянный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолки. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Аналогичная причина пожара деревянной хозпостройки и в Гомельн по улице Брянской. Уничтожена кровля, повреждены потолки и имущество внутри сарая. Такая же версия возникновения пожара и в деревне Грабск Жлобинского района. В результате пожара уничтожена крыша, деревянные бани и повреждены стены, а также имущество внутри здания. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырская жемчужина Полесье укрепилась на первой позиции таблицы женского чемпионата Беларуси по волейболу в сильнейшем дивизионе. Мозырянки начали календарный год с победы над Гродненским коммунальником. 3-1. Параллельно потерпел поражение ближайший преследователь жемчужины Брестское прибужье. Разрыв между первым и вторым местом сейчас составляет 5 очков. В дивизионе Б верхнюю строку таблицы занимает Надежда. Гомельчанки в очередном туре взяли у аршанской Катюши реванш за выездное поражение в первом круге. На домашней арене волейболистки из нашего областного центра уверенно победили. Соперницы навязали хозяйкам борьбу только в первом сете, которые проиграли с отсчетом 21-25. В двух последующих Надежда доминировала безоговорочно. 25-14 и 25-13. Дубль жемчужины Полеси со счетом 3-0 был сильнее команды из Дюшор волейбольного клуба Минск. Мазырянки в таблице чемпионата располагаются на втором месте. В первой лиге мужского чемпионата страны состоялась гомельская дерби. Бумпром не оставил шансов с Дюшор энергия. 3-0. В таблице чемпионата Бумпром на втором месте. Энергетики на восьмом. Победа гомельчан. В Бресте состоялась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике среди спортсменов в возрасте 17 лет и моложе. На пьедестал в командном зачете поднялись сразу две гомельские спортшколы. Победителем соревнований стала сборная гомельского областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике. Бронза у воспитанников гомельской из Дюшор номер 2 «Динамо». В личных состязаниях победителями стали Маргарита Баранкевич, Денис Галух, Александр Акинчиц, Анастасия Антоненко, Андрей Максимов, Александр Марфушкин, Анастасия Хмылева и Ренат Шугай. Также в активе спортсменов из Гомельской области пять серебряных и четыре бронзовые награды. За медали первенства боролись команды 20 спортивных школ со всей страны. Две награды завоевали гомельские спортсменки на Кубке нации. Международный турнир по боксу проходил в Сербии. Серебряную награду выиграла Виктория Кебикова. Юлия Апанасович вернулась домой с бронзовой медалью. Участие в Кубке нации принимали более 80 спортсменок из более чем десятка стран. Команда Гомеля выиграла общий зачет первенства области по дзюдо. Среди спортсменов в возрасте 17 лет и моложе турнир проходил в Новой Гуте в Гомельском районе. Хозяева состязаний заняли в командном зачете второе место бронза у спортсменов из Чечерска. Сильнейших выявляли в восьми весовых категориях у юношей и девушек. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok